Дети ДЦП 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 54 ребенка, поэтому мы не успеваем в течение года запустить всех проект, грубо говоря. Партнеры есть, кто-то помогает средствами, кто-то помогает какими-то материалами. Таня Зуфаровна, у многих наших зрителей может возникнуть такой вопрос, почему государство и система медпомощи не принимают участие в реабилитации детей больных ДЦП? Ведь, казалось бы, все мы платим налоги. Наверное, есть какие-то основательные причины, но, во-первых, в государственное обязательное медицинское страхование система реабилитации не введена. Во-вторых, это все-таки пожизненное рутинное заболевание, фактически оно неизлечимо. Да, оно хорошо корректируется, и здесь я могу привести небольшую статистику. Уже судя по опыту нашей работы, 80% детей мы, с полной интеграцией общества, мы можем подготовить к 18 годам к третьей рабочей группе инвалидности. То есть они еще и будут налогоплательщиками и работниками. Ну, 15% останется ко второй группе, и 5%, к сожалению, с масштабным органическим поражением мозга, они останутся категорией так называемой лежащие. Но даже такие дети, мы их тоже с вами постараемся показать, нуждаются в поддерживающем лечении, в фармакологическом, в физической реабилитации, в медицинской реабилитации. Они тоже нуждаются хотя бы в рамках того, чтобы обезболить и не допустить развития признаков внешнего уродства. В чем отличие вашего фонда от других? Ну, так сложилась у нас стратегия в свое время, что мы живем среди этих детей, что мы их постоянно видим, мы содержим их на постоянном учете. Хотя до юра фонды не имеют членства. Да, и задача фонда — сбор аккумуляции и распределение средств. Но мы так подумали, что если мы не будем с ними жить, потесно с ними общаться, мы не будем знать их проблем. Ну, соответственно, у нас не появятся способы их решения. Родители могут в любое время к нам обратиться. И если даже мы сами не в состоянии решить эту проблему, значит, мы пригласим определенного специалиста. Таня Зелезовна, большое спасибо. Желаю вам дальнейших успехов в вашем нелегком труде. Вам спасибо. И, как мы обещали, представляем вам первую историю о ребенке, который живет с диагнозом детский церебральный паралич. Премьера рубрики «Быть как все, жить как все». Сегодня мы расскажем о 13-летней актрисе Театра удивительных детей Саше Королевой. Иногда так хочется, чтобы кто-нибудь прикрикнул и сказал, что уже пора ложиться спать. Нет, мужик, конечно, самой. Но порой это надоедает. Это отрывок из спектакля «Пеппи длинный чулок», где Саша Королева исполняет главную роль. Девочка занимается в Театре удивительных детей. Там ей всегда доверяют ответственные задания. Сейчас она грезит о Большом театре и кино, но сцена не предел ее мечтаний. Девочка хотела бы попробовать себя на педагогическом поприще. «Предподаватель русского языка и литературы». «А почему?» «Потому что мне русский и литература нравятся. У меня есть любимые книги, любимые писатели, любимые поэты. Я люблю фразологизмы, диалекты». Таких значительных успехов Саша достигла благодаря упорному труду. В возрасте одного года ей был поставлен диагноз ДЦП, а в два при поддержке родителей она встала на ноги. «Мы ничем не отличаемся от обычных здоровых детей. Мы бегаем, скачем, прыгаем, сочиняем стихи, участвуем в конкурсах. Везде. На олимпиадах учимся, посещаем кружки. Все-все у нас получается». Целеустремленности и желанию работать и развиваться может позавидовать любой абсолютно здоровый человек. Свободно от учебы и занятий время Саша любит хозяйничать на кухне. Вот и нашу съемочную группу девочка решила угостить десертом – шарлоткой. Это блюдо она готовит первый раз. Гордятся Саши не только дома, но и в школе. На уроке не опаздывает, не пропускает и трудится, как пчелка. «Есть, конечно, сложности обучения, потому что у девочки все-таки заболевание. Но, несмотря на все трудности, она старается преодолевать все затруднения и в обучении, и в общении с ребятами. Девочка очень старательная. Она у нас одна из лучших учениц». Чтобы мечты Саши сбылись, ей необходима реабилитация, стоящая немалых денег. К тому же важно поддерживать и то, чего удалось достигнуть неимоверными усилиями. Помочь таким удивительным детям можно на сайте фонддетидцп.рф в разделе «Сбор средств для детей». Отчеты по использованию денег благотворительный фонд Дети ДЦП также выкладывает на сайте. Реквизиты для перечисления можно найти в том числе и на сайте холдинга СТВ Медиа. Кристина Маматова, Ради Ганев, Эльнар Мустафин, Челны, 24.